Подойдите к столу и поставьте подписи в записи акта о заключении брака. Вместо арестантской робы брюки и нарядная рубашка. Сегодня в стенах колонии для рецидивистов торжество. Священными узами брака под марш Мендельсона сочетаются четыре пары. Главного события в жизни молодожены ждали не один год. Стать семьей раньше мешала пандемия. Мы познакомились три года назад. Получается, год назад. Я уже год в учреждении. И вот спустя три года только расписались. Вы на воле еще познакомились до того, как сюда попали? Да, да, на свободе, конечно. А где, если на секретах? У каких обстоятельствах? У друзей в гостях. Ольга, у вас какие вообще впечатления от сегодняшнего дня? Вы ожидали, что... Да я год ждала этого дня. Были мы, жених и невеста, а теперь стали муж и жена. Сыграть свадьбу должны были пять пар, но свидетельства о браке получили лишь четыре, а одна невеста не пришла. Как выяснилось позже, пример с Джулией Робертсона не взяла. С собственной свадьбы не сбежала. Просто забыла сдать ПЦР-тест на коронавирус. Но даже то, что в колонии обручились сразу четыре пары – нонсенс за последнее время. До пандемии, скажем так, ограничительных мероприятий, регистрации браков мы проводили регулярно, но с таким торжественным, скажем так, составляющей частью возобновили, потому что по просьбам осужденных хочется почувствовать праздничную атмосферу, чтобы это действительно событие запомнилось в их жизни. Белая пота, твои грезы, белая пота. Как оцениваете крепкая любовь в наших парах? Я думаю, да, только крепкая любовь могла привести нас сюда. Причем свадьба, говорят сотрудники колонии, положительно влияет на поведение осужденных и помогает им скорее освободиться. Ведь на воле их ждут любимые, это стимулирует. Кстати, в местах не столь отдаленных есть своего рода сайт знакомств – газета «Казенный дом», где осужденные размещают объявления о поиске второй половинки. Так любовь и находят. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.